Зеленый статус. В городе продолжаются активные работы по благоустройству. Обрезки санитарных деревьев, удаление аварийных инвазивных видов. Какие цветы появятся на клумбах. На кону жизни под Бобруйском маршрутка влетела в трактор. Состояние его расценивается как тяжелое, стабильное. Сколько пострадавших до сих пор в больнице. На легком старте Олимпийские дни молодежи Могилевской области начались на стадионе «Спартак». Будет формирована команда, которая будет представлять республики Беларусь. Кто соревнуется. А также горячая линия, маршрут электричек и лучший аэропорт. Белорусский аэровокзал стал победителем конкурса. Какой статус завоеван? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Рабочая неделя продолжается. Президент накануне прибыл в Иркутск. Утрапа самолета Александра Лукашенко встретил глава региона Игорь Кобзи. Перед насыщенной программой прогулка по Байкалу и общение с жителями. После – деловые переговоры. Губернатор проинформировал президента о возможностях и промышленном потенциале. Особенное внимание экономики и реализации крупнейших инвестиционных проектов. Одна из главных тем – создание единого центра белорусской техники. Следующая остановка – авиационный завод. Руководство предприятия рассказало президенту о выпускаемой продукции и перспективных разработках. Мы хотим быть вмонтированными в ваши процессы по высоким технологиям. И второе – это должно быть наше общее. Беларусь и Россию не должны делиться. Это как часто мы говорим – вот товар союзного государства. Слушайте, давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда и разговоры исчезнут. Кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит. В планах реализация проектов в авиастроении. Прежде всего, речь идет о разработке пассажирских и транспортных технологий. Александр Лукашенко предложил определить новые ниши и, не откладывая на потом, начинать работу. Маршрут перестроен. Под Бобруйском ДТП с трактором пострадали люди. Около 15 часов вблизи деревни Брошка маршрутка Минск-Речица на полном ходу влетает в трактор. Внутри полный салон. На место тут же выезжают ГАИ, Следственный комитет, МЧС, 7 машин скорой помощи. Некоторых спасателей вынуждены деблокировать из покореженного авто. По предварительной информации, водитель общественного транспорта, проезжая необозначенный перекресток, допустил столкновение с попутно движущейся сельхозмашиной с лесовозным полуприцепом, которое поворачивало налево. Следователями с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудников Госавтоинспекции зафиксирована следовая картина на месте происшествия. В Абруйском межрином отделом Следственного комитета в отношении 32-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. С места аварии в больнице для осмотра и оказания медицинской помощи доставляют 11 человек. Один человек был отправлен на амбулаторный этап лечения. Шесть человек было госпитализировано в Бобруйскую центральную больницу и четыре человека в больницу скорой медицинской помощи. В настоящее время в стенах стационарных учреждений находится шесть человек. Все остальные отправлены на амбулаторный этап лечения. В реанимации на сегодняшний день находится один человек. Состояние его расценивается как тяжелое, стабильное. В отделениях находится пять человек. Состояние расценивается пациента в средней тяжести, стабильное. Спешить надо медленно. Тем временем госавтоинспекция призывает к предельной внимательности и осторожности всех участников дорожного движения. Высокая оценка, агропромышленная неделя и обязательная проверка. С начала года в стране почти 650 тысяч машин прошли техосмотр. Сколько среди них электричек? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Агропромышленная неделя стартовала в стране в рамках международной специализированной выставки «БелАгро-2024». Жители и гости Беларуси могут ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растеневодства, животноводства, птицеводства. Современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. Три белорусских вуза в топе лучших университетов мира в рейтинге британской аналитической компании БГУ, БНТУ и БГУИР. Всего в списке полторы тысячи заведений. Среди критериев оценки доли иностранных студентов, преподавателей, результаты трудоустройства, выпускников, международное научное сотрудничество. К слову, всего в мире около 30 тысяч вузов. По 7 июня включительно в Комитете госконтроля открыта горячая линия по качеству выполнения работ в ЖКХ, содержания, эксплуатации улиц, дорог, а также придомовых территорий, объектов благоустройства и их ремонта. Работа с населением проходит в формате вопрос-ответ. Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 14 до 18 часов. Почти 650 тысяч машин прошли техосмотр с начала года. Абсолютное большинство – легковые. При этом растет количество разрешений на участие в дорожном движении среди владельцев электрокаров. За пять месяцев – более 8 тысяч. Большинству транспортных средств допуск выдается на год. Национальный аэропорт Минск получил статус лучшего аэропорта по итогам прошлого года. Конкурс проводит Ассоциация гражданской авиации стран Содружества. Наша воздушная гавань в союзе с 97-го. Награда не первая. В прошлом году авиагавань признана лучшим в динамичном развитии. Красота в каждом уголке. Бобрыск ежедневно преображается. Бегонии, бархатцы, сальвии, виолы. На клумбах разноцветными красками уже заиграли десятки растений. Специалисты работают, не покладая рук на благо любимого города. Работы по озеленению продолжаются на площади Ленина. В планах на 2024-й высадить более 650 тысяч цветов. Восстановить порядка 4 гектаров газонов. В год качества, напомним, финансирование на реализацию госпрограммы по охране окружающей среды более полутора миллиона рублей. На сегодняшний день выполнены работы по посадке цветов порядка 250 тысяч. Ведутся работы по покосу комбинированных газонов, а также обрезки санитарных деревьев, удалению аварийных инвазивных видов. Посадки цветов будут производиться до конца июля месяца 2024 года. По косу до самой поздней осени удаление обрезка деревьев будет производиться круглогодично. Ежедневно обновляется и дорожное покрытие. Работы ведутся в районе городского парка. Работники ЖКХ укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюрный камень. Для удобства людей с ограниченными возможностями – тактильный материал. Вопрос трудоустройства молодежи актуален всегда. За 24-й в стране планируют заполнить рабочие места более чем 40 тысячами учащейся молодежи. В топе отрасли – транспорт, логистика, строительство, общепит, розничная торговля. Как не упустить свой шанс? Юлия Вернер. В 23-м в стране выпустили 21 тысячу рабочих профессий. Если у человека есть мотивация, он способен освоить любую сферу. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. У кого-то есть склонности и таланты на старте, но сам факт перехода в другую плоскость реалистичен. Индивид сам выбирает, куда двигаться. Молодые специалисты приходят из стен учебного заведения, предполагая, что на месте работы будет примерно то же самое, что они видели в своих учреждениях. Но, как правило, там от них, кроме знаний, ожидали еще какие-то новаторские мысли, ожидали, что они будут проявлять инициативу. И вот с этими всеми ожиданиями молодой человек приходит на новое место работы и понимает, что здесь все совсем по-другому. Ежегодно свои первые рабочие места получают несовершеннолетние – выпускники общеобразовательных и профессионально-технических учреждений. Для желающих найти заработок на время каникул или совместить работу и получение образования организуется временная занятость молодежи. Наиболее востребованные – благоустройство территории, озеленение парков, ремонт, строительство, общепит. Ребята могут в среднем получить от 630 до 850 рублей. Набор молодых людей идет полным ходом. Активно у молодежи находит отклик медицина. Без знаний, безусловно, никуда. Но в любой момент юные медики могут найти поддержку у руководителей и коллег. Мы создаем условия для того, чтобы молодые специалисты, придя в наше учреждение здравоохранения, могли первое – чувствовать себя комфортно. Для этого мы закрепляем за опытными наставниками. Со школы Кристина Гусакова была увлечена медициной. Когда пришло время выбирать учреждение образования, без раздумий поступила в медицинский колледж. После обучения пришла в Бобруйскую центральную больницу. Сразу все не получалось. Конечно, благодаря хорошему коллективу я научилась работать. Меня научили работать, как делать правильно. В первое время я очень много спрашивала, часто училась, помогали. Работа мне очень нравится, помогать нравится очень людям. Елизавета Ковалева задумалась о медобразовании еще в школе. Первым шагом стали любимые предметы – биология и химия. Получая квалификацию в Витебском университете, определилась со специальностью анестезиолог-реаниматолог. Любые действия, которые мы предпринимаем, в неотложной ситуации, они сразу же ведут к какому-то результату. Это помогает человеку или не помогает. Андрей Леговец учился в Бобруйском государственном механико-технологическом колледже. После обучения пришел молодым специалистом на отработку в Бобруйской громаж. Сегодня трудится энергетиком инструментального цеха и планирует закрепиться дальше. У меня вся семья, ни в одном поколении работает на Бобруйской громаж. Поэтому, чтобы не быть белой вороной в семье, я тоже решил продолжить эту традицию. Мне повезло, я попал в хороший коллектив, трудовой с большим опытом. У меня очень был грамотный наставник, мой бригадир, за которым я ходил по пятам, постоянно наблюдал за ним и учился в слесарном делу. Бобруйск известен своими предприятиями. Уже более века гудит машиностроительный завод. Завоевали свою нишу на рынках ТДА, Агромаш, Сильмаш, спецавтотехника, ремонтно-механический ТАИМ. Чтобы работа каждый день была в радость, нужно начать с себя. Развиваться, не стоять на месте, стремиться, стучать в закрытые двери. Место в жизни есть для каждого. Работа мечты – лишь вопрос времени. Юлия Вернер, Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Летние победы в городе стартовали Олимпийские дни молодежи Могилевской области по легкой атлетике. Площадкой стал стадион «Спартак». Соревнования проходят с 5 по 6 июня. Участники – юноши и девушки 16-17 лет. По итогам областных соревнований будет сформирована команда Могилевской области, которая примет участие 24-26 июня в городе Бресте в Республиканских Олимпийских днях молодежи, где, соответственно, на Республиканских Олимпийских днях молодежи будет формирована команда, которая будет представлять Республику Беларусь 15-17 июля. Пройдут соревнования «Содружество стран России и Беларуси». Бороться за победу в командном зачете будет Могилев и Бобруйск, а также районы. В личном первенстве участники разыграют 21 комплект наград. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!